По территории Куйбышевского района проходят 12 муниципальных автобусных и троллейбусных маршрутов. Они соединяют эту часть города с остальной Самарой. Однако с недавних пор все больше жителей Куйбышевского района обращались в администрацию с просьбами улучшить транспортную доступность. Некоторые автобусы не соблюдают ритмичность, либо не выходят на линию. Я не могу уехать в 9 часов вечера с площади революции. В гости невозможно доехать. Автобусов нет. Занятие можно, я знаю, студент заканчивается в 29 вечера. И в 9 часов вечера вы уже не уехали. Вопросы улучшения транспортной доступности Куйбышевского района стал ключевым во время встречи главы города Елены Лапушкиной с активом жителей поселка Рубежное, микрорайонов Волгарь и 116-й километр. Ранее во время прямой линии жалобы на работу автобусов поступали к губернатору Дмитрию Азарову. Основные претензии и негативные тенденции. Транспорт сходит с рейса, доехать до дома очень трудно. На линии не хватает персонала, некоторые кондуктора не выдают билеты. Больше всего обращений пришлось на 63-й маршрут. Признаем существование проблемы, но тем не менее сегодня поговорили о том, что мы точно не бездействуем, мы точно принимаем решения. И уже о первых решениях мы сегодня жителям доложили. Мы доложили о том, что с 1 января будет заключен контракт на транспортную работу, а это даст возможность соблюдать ритмичность, соблюдать количество рейсов на конкретных маршрутах. Сейчас с предприятиями заключены контракты, подразумевающие оплату за перевезенных людей. Поэтому некоторые рейсы с небольшим пассажиропотоком для перевозчиков могут быть невыгодны, так же, как и работа не в час пик. И все это несмотря на штрафные санкции, которые выставляет профильный департамент. После изменений, которые произойдут 1 января, оплачивать работу перевозчиков будут по системе транспортной работы, по так называемым брутто-контрактам. Средства на счет предприятий начнут поступать за конкретное количество рейсов. Для пассажиров это будет означать гарантированный выход автобусов на линию, соблюдение ритмичности. С начала года на такую систему оплаты переведут 63 маршрут в количестве трех автобусов. Как отметил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин, в планах на следующий год также перевод на подобные контракты маршруты под номерами 36 и 76. Это очень существенно улучшает работу транспорта. В этом году, в текущем, в 2023, мы перевели впервые два маршрута городского общественного транспорта, 3-й и 13-й. У нас достаточно хорошие результаты и минимальное количество жалоб по ним. Мы перевели уже наши сезонные дачные перевозки на эту систему. Если брать сравнение с другими годами, просто резкое сокращение жалоб. В ходе встречи жители также задались вопросом, как же можно будет добраться до новой поликлиники, которая откроется в микрорайоне Волгарь. Глава Самары пояснила, что эта инициатива транспортной доступности уже рассмотрена и поставлена задача обеспечить заезд в микрорайон автобусов номер 36 и 76, которые будут довозить жителей до медучреждения. Также в первом полугодии 2024 планируют увеличить количество подвижного состава в связи с переводом на контракты с оплатой транспортной работы. Очень надеюсь, что разговор состоялся конструктивный и люди, которые сегодня были на встрече своим соседям, своим друзьям, расскажут о том, что они здесь услышали. И в общем-то будем налаживать работу в Кубешском районе, в Красногринском районе. Еще одно улучшение для жителей района, которое анонсировали во время встречи, это запуск нового маршрута номер 215. С 1 января транспорт будет ходить от центрального автовокзала до микрорайона 113 километр. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.